Задача — найти самый маленький элемент в массиве, самое маленькое — целое число в массиве. Как это можно сделать? Вот есть функция findSmallestInt. Передаются аргументы. Аргумент — это массив. Ожидаем получить восьмерку из этого массива. Так выглядит тест. Пускай вас не смущает то, что эта функция находится внутри класса, все равно она будет запускаться, и нам нужно написать код только внутри этой функции. Самый простой способ найти самое маленькое или самое большое число — это использовать функцию mat. Пишется она так. Естественно, return перед ней нужно написать. Эта функция не принимает по умолчанию массив, поэтому нам массив args нужно развернуть с помощью спред-оператора. Такой вариант работает, и он подходит для решения задач, но для интервью он не самый лучший. То, что вы его знаете, это хорошо, его можно применять, но если эта задача основная, то, возможно, вас попросят решить эту задачу без использования API, без использования встроенных функций, а прибегнув к циклу и обычным логическим операторам. Как это можно сделать? Давайте для начала здесь введем переменную, которая будет означать текущий минимум. И она должна равняться... Может быть, кто-то подумал, что она должна равняться нулю, но нет, она должна равняться первому значению в массиве. Почему? Потому что массив может состоять только из отрицательных чисел, и нам нужно найти самое маленькое из этих отрицательных чисел. Или самое большое, это не важно. В общем, когда вы делаете перебор массива с поиском максимального или минимального числа, то текущий минимум должен являться не просто взятым числом с потолка, типа 0, или 100, или 1000, а он должен относиться как-то к этому массиву. Наша задача — пройтись по этому массиву от начала до конца один раз и найти при этом минимум. Поэтому я задам текущий минимум, равный первому числу в массиве, то есть первому элементу. Теперь текущий минимум равен первому элементу в массиве. После этого нужно сделать цикл. Я буду использовать стандартный цикл for. И после того, как цикл отработает, я буду возвращать текущий минимум. Поэтому моя функция будет возвращать currentMin. Чтобы не допустить ошибок, я рекомендую вам копировать переменные. Осталось сделать работу внутри цикла for. Что мы будем делать? Мы будем идти по каждому значению и проверять, меньше ли это значение, чем текущий минимум. И если это значение меньше, то обновлять его. И здесь внимательный человек может заметить, что я начинаю отчет с нулевого элемента. Хотя мне нулевой элемент уже не нужен. Я нулевой элемент записал как текущий минимум. Поэтому в цикле нужно поменять на единицу, чтобы мы начали отчет уже не с 78, как в первом тесте, а с 56. И мы будем проверять, что если 56, то есть если текущий индекс в массиве, текущий элемент в массиве с текущим индексом, который дает нам цикл, меньше, чем значение в переменной текущий минимум, то обновлять текущий минимум. Иначе ничего не делать. И если это условие не сработает, то мы получим текущий минимум равный первому числу в массиве. Если текущий элемент в массиве меньше, потому что я проверяю, я ищу самое маленькое число в массиве. Если текущее число меньше в массиве, чем текущий минимум, то текущий минимум будет равняться текущему элементу. Иначе ничего не должно происходить. Это однострочный if. Его синтаксис может быть таким. Это очень компактно и удобно. Давайте проверим, как это работает. Это работает при первых тестах, и это работает при вторых тестах. Очень простая задача. Что вы должны в ней научиться? Понимать это сначала оценить. Вы должны сначала выбрать стратегию, как вы это будете делать. Если это массив, то, скорее всего, вам придется делать цикл. Поэтому по умолчанию думайте о цикле. А дальше вы должны уже думать, каким образом должен цикл работать. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.